Пасха под обстрелами. Даже на время праздника боевики на Донбассе не прекратили огонь. Сегодня по украинским позициям били уже 12 раз. Четверо наших военных ранены. Горячие точки это Светлодарская дуга, Водяное и Авдеевка. Не прекращаются и провокации на подступах к Мариуполю. Из Широкина материал нашего военкора Игоря Левенка. Христос воскрес! Боистос воскрес! Широкина, посеченная осколками церковь, вокруг воронки от снарядов и руины. Возле храма собрались бойцы. Службу Божию правит капеллан. Здесь звучит молитва за мир. Христос воскрес! Боистос воскрес! Христос воскрес! Боистос воскрес! Это те слова, которые имеют сегодня очень голосную и очень уверенность луна по всей передовой. Но также найти свое место глубоко в сердце каждого украинского защитника. Это те слова, которые вселяют надею, которые помогают верить, которые дают силы не остановиться. И самое важное, не втомиться, любить. Короткая молитва и морпехи расходятся по своим позициям. К сожалению, даже в такой светлый праздник враг не успокоился. Ночью был бой. Бойцы говорят, работали почти все калибры. Капеллана ждут на других позициях. Бойцы раскладывают паски и крашенки. У кого-то вместо корзинки солдатская каска. Ребята собираются на богослужения, развешивают фотографии погибших побратимов. За прошедший год в подразделении отдали жизнь, защищая Украину, 12 морских пехотинцев. На все такие религиальные святы, они вместе с нами. Мы всегда их ставим рядом с собой, мы всегда молимся за них. Мы всегда верны, всегда вместе. Бойцы говорят, не все смогли попасть на праздничную службу. В эти самые минуты на передовой в районе поселка Водянова завязался бой. С той стороны продолжают обстреливать и не додерживаются никаких моральных принципов, для них нет ничего святого. За все сутки нас обстреляли в нашу позицию несколько разов. Это обстрел был из минометов, обстрел был из Птуривов. В результате сегодняшнего обстрела в Водяном осколочные ранения в грудь получил один солдат. Его срочно госпитализировали. Сейчас состояние бойца стабильное. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности. Телеканал Интер.